Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На днях случилось то трагическое событие. В свете многих событий мы об этом не говорили. С вами давайте поговорим. Под Северодвинском в 30 километрах в Архангельской области произошел взрыв. Произошел взрыв при испытании, как говорят, на военном полигоне военно-морского флота России новейших видов вооружения. Вот что сообщается. Пять сотрудников Росатома погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Еще три человека с различными травмами и ожогами были госпитализированы в специализированном медицинском учреждении. Ранее сообщалось, что ЧП на военном полигоне в Архангельской области произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Происшествие может быть связано с испытанием мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты Циркон. Взрыв произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от севера Двинска. Предположительно, недалеко от поселка Ненокса. Как можете поправить меня? Где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России? Все дело в том, что проблема заключалась основная в том, что поднялся уровень радиации. Уровень радиации в месте взрыва. И была такая даже ситуация, что администрация Севера Двинска у себя на сайте разместила информацию о скачке радиации, которую потом немедленно удалили. Написали, что этим занимается Миноборона. Ну, понятно, что по требованию Минобороны удалили. Сейчас вообще о повышении радиации ничего не говорят. Значит, и вот разная абсолютная информация. Она, в принципе, костяк-то одинаковый. Но взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел во время работы, связанных с, сожалению, техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной дверительной установке. Ну, все связано с тем, что, в общем, это жидкостная дверительная установка. В Архангельской области созвали комиссию по развивающимым ситуациям под руководством губернатора Орлова. Это тот самый губернатор, который, значит, свалку в Шиесе там разрешил, который не выявил превышение нормального уровня радиационного фона. То есть ничего не превышено. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области, главного государства санитарного врача региона Романа Гузинова, был проведен целый комплекс мероприятий. Значит, ну, тут много всего в уши льют воды, что все в порядке, все нормально, не надо, так сказать, не нужно волноваться. Взрыв пожар на военном полигоне произошли днем 8 августа. Это случилось при испытании жидкостного реактивного двигателя. Погибли два специалиста министерства. Пострадали шесть сотрудников ведомства и неназванного предприятия-разработчика. Ну, по информации источников лент.ру, происшествие может быть связано с испытанием мобильного пускового установки для гиперзвуга ракет Циркон. Коммерсант ссылается на одного из военных. Моряков писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем. Ну, безусловно, если он прав, то в данном случае можно говорить о том, что уровень радиации, он и должен быть повышен, потому что это нормально. Однако же, хочу сказать, что ну, говорят, что уровень радиации совершенно не повышен. Я хочу выразить соболезнования всем погибшим и сказать, что у нас на Лошарике вот недавно капитаны первого ранга и два героя России сгорели при испытании новейших видах вооружения. Здесь опять новые ракеты и опять какие-то проблемы. Космодром Восточный, откуда ракеты вообще не летают и не взлетают и не могут все никак взлететь. То Рогозин туда ездил без остановки, то там кто строил рабочие, пропивали там зарплату, потом леса уже горели, уничтожали там, угрожали этому космодрому Восточный. К чему я клоню? К тому, что когда показывают мультики о том, что новейшие виды вооружения летят, облетают земной шар и падают там где-то на территорию другой страны, я считаю, во-первых, это неэтично, во-вторых, нужно уже немножечко отойти от имперских амбиций Советского Союза, мне кажется, да, когда были такие вот мастодонты-герои, как Королев, например, да, которые, знаете, там же были совершенно другие ситуации, там был расстрел, не взлетела ракета, расстрел, поэтому все ракеты взлетали, все работало, понимаете, потому что люди работали совершенно иного порядка, что ли, я не говорю, что сейчас нет специалистов, безусловно, есть, я думаю, что вся проблема в системе государственного управления, в принципе, понимаете, вот сама система вся целиком, она такова, так построена, так построена, что госкорпорации, то есть гражданские лица, которые работают с Минобороны, да, само Министерство обороны, значит, все остальное, ведь, понимаете, когда идет, например, за месяц, там, за полтора-два сообщения о гибели при испытании каких-то новейших видов вооружения, ну, невольно задаешься вопросом, а что за новейшие виды вооружения, что люди гибнут, понятно, что испытательный полигон, он для этого испытательный, чтобы на нем испытывать, то есть, что-то не пошло не так, и ты корректируешь, там, доделываешь, но не ценой уже, так сказать, уж человеческих жизней, тем более, когда люди гибнут в таком количестве, только моряков лошарика похоронили, теперь опять хоронили, и это войны нет никакой, ни войны нет, ничего нет, а у нас все, мало того, что денег, значит, извините за выражение, ну, очень много, они будут, ладно, говорить, выделяют на это из бюджета, да, хотя, еще раз говорю, ни один цапог не переступил нашу границу, все, НАТО, НАТО, США, НАТО, ну, я не понимаю, я понимаю, что, конечно, необходимо, иметь вооружение, иметь, вкладывать деньги, но постоянно каждый день говорить о том, что вот фактически чуть ли не вражеские сапоги на нашей границе, понимаете, чтобы население уже просто в страхе сидело, это же специально все делается, понимаете, специально, и вкладываться в новейшие виды вооружения, надо вкладываться в развитие малого предпринимательства, надо вкладываться в ID-технологии, надо вкладываться в высокотехнологичное производство, надо вкладываться в открытие фабрик, заводов, надо вкладываться в развитие малого и среднего предпринимательства, надо вкладываться в то, во что вкладывается весь мир, надо открывать границы, нужно меняться технологиями, нужно быть открытой страной с открытыми, я считаю, какими-то принципиальными отличиями от того, что сейчас происходит. Не знаю, это мое мнение, может оно с вашим не совпадает, тогда уж ничего страшного, я думаю, у каждого свое мнение. Напишите, что вы думаете по этому поводу, но мне вот горестно читать, что у них же у всех этих специалистов наверняка есть семьи, и за что они погибли? За испытание ракеты Циркон, ну клево будет новый ракет Циркон, который будет нас защищать от того, от кого, значит, кто на нас не нападает. Ну, наверное, это здорово, что будет новая ракета, это хорошо. Ну, а кто вернет женам мужей, кто вернет детям отцов? Ну, кто это сделает? Никто. Поэтому, может быть, все-таки нужно как-то более, ну, как-то, я не знаю, подходить к этому ответственно. Почему в советское время не было таких моментов? Я понимаю, что, можно сказать, молчали, но сейчас-то мы уже знаем, что если бы они были, мы бы знали об этом. Ну, почему у Королева все летало, все летало куда надо? Ну, не знаю. Может быть, и тогда, конечно, были какие-то инциденты, но, тем не менее, вот меня смутило, что администрация разместила, что скачок радиации, и потом сразу же ударили. Я бы дозиметр взял бы, купил и самостоятельно пошел бы и в воздухе измерил, и все. И я опубликовал тут же результаты замер. Я вам предлагаю в Северодвинске, ребят, местные жители, купить, у вас есть наверняка, у кого-нибудь-то есть, значит, дозиметр, измерьте уровень радиации сами просто, и все, и напишите в комментариях, какой уровень радиации в Северодвинске, и все, и мы будем знать, и нам не нужны никакие новостные порталы. Пишите свое мнение об этом инциденте, ребят, подписывайтесь на канал, всем пока, до встречи. Продолжение следует...